Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И к 23 февраля предлагаю испечь такой тортик для мужчин. Конечно же, его можно приготовить к любому празднику. Он получается сочным, нежным, с насыщенно шоколадным вкусом и необычной ноткой. Но и название, разумеется, у него шуточное, так как всем известно, что алкоголь при нагреве улетучивается. Поэтому таким десертом могут лакомиться и дети. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Наливая пиво в кастрюлю, я ориентируюсь именно на вес, так как точный объем мешает определить пена. В данном случае кастрюля у меня стоит на весах. Сюда же отправляю сливочное масло, порошок какао. На умеренном огне, непрерывно помешивая. Дождусь, когда растворится масло и какао. Кипятить не нужно. Еще раз хорошенько размешаю и дам остыть. Тем временем сделаю тесто. К двум яйцам добавляю сахар, немного соли и взобью миксером до растворения сахара. Долго взбивать, как на бисквит, необходимости нет. После этого добавляю сюда сметану, пивную смесь, которая к тому времени у меня стала комнатной температуры и слегка размешаю на средних оборотах. Затем в несколько этапов подсыпаю муку с разрыхлителем и также размешиваю миксером на средних оборотах. Тесто получается таким, довольно жидким. Дно разъемной формы диаметром 18 сантиметров, застелила пергаментом, выливаю тесто и отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку выпекаться до готовности. Проверяю на сухую палочку. У меня бисквит провел в духовке 70 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Дам немного остыть, извлеку из формы, чтобы он остыл полностью. Для пропитки кладу в кастрюлю сахар, наливаю воду, а также нужно добавить любой коньяк или подходящий по вкусу ликер. В данном случае я использую шоколадный. Нагреваю на огне до растворения сахара, кипятить не нужно и даю остыть. В мисочку поломала горький шоколад, добавляю небольшой кусочек сливочного масла от общего количества и отправляю в микроволновку. В несколько подходов буду нагревать и после этого размешивать. К оставшемуся маслу добавляю ванильный сахар, обычный сахар и взбиваю миксером до его растворения. После этого добавляю сюда сливочный сыр или крем-чиз, а также растопленный и уже остывший шоколад. И еще раз взбиваю до однородного и пышного состояния. На это не уйдет много времени. Все, крем готов. Тем временем прошло несколько часов, бисквит у меня хорошо остыл. Отрезаю верхнюю шапочку и оставшийся делю еще на три части. Посмотрите, каким он получается пористым и мягким. Хорошенько пропитываю каждый корж. Кстати, количество пропитки на свое усмотрение, в зависимости от того, какой степени влажности вы любите тортики. Особенно тщательно пропитайте края. Выкладываю крем и распределяю. Таким образом собираю весь тортик. Друзья, на моем канале вы можете найти и другие рецепты не менее интересных и оригинальных тортов. Например, торты Шрек, Цыганские тропы, Лесной мох и другие. Все ссылки смотрите под описанием к видео. Возвращаясь к этому торту, скажу, что наверх я кладу донышко бисквита. Хорошенько обмазываю кремом верх тортика и бока. Шапочку, срезанную с бисквита, перемолола в блендере и получившейся крошкой обсыпаю бока торта и немного сверху, с самого края. А вы украшаете тортик по своему желанию. Я на одну половину выкладываю детский сухой завтрак в виде шариков и колечек, а на другую половину кладу кусочки шоколада, снимая как бы стружку ножом. Перекладываю торт на блюдо и отправляю в холодильник. 3-4 часов будет достаточно, но лучше на ночь. Разумеется, чем дольше он стоит, тем становится вкуснее. Вы только посмотрите, какая получается красота! Торт очень ароматный, бесконечно шоколадный. Во вкусе присутствует очень интересная нотка, вероятно, ее дает солод от пива. Структура очень нежная, влажная, я бы даже сказала, сочная. Конечно, торт хорош и в холодном виде сразу из холодильника, но если он немного постоит при комнатной температуре, становится еще более великолепным. Обязательно испеките этот торт, он ничуть не уступает тем, что подают в дорогих кондитерских. Кстати, на основе этого рецепта можно сделать торт с добавлением бананов, вишни или персиков. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А вы бы хотели попробовать такой тортик? Не забудьте подписаться на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!